Новые технологии захватывают финансовый сектор Казахстана. В стране постепенно происходит автоматизация всех бизнес-процессов. За счет цифровизации Министерство финансов планирует снизить теневую экономику на 40%. Как система блокчейн помогает профильному ведомству бороться с серыми схемами. А, к примеру, система цифровой маркировки товаров с нелегалами узнала Жанна Радулатова. Салтанат Назарова одна из первых, кто опробовал новую систему маркировки товаров. Предпринимательница поставляет шубы в Казахстан и признается, что конкурировать на рынке раньше было нелегко. Особенно, когда рядом торгуют бизнесмены-нелегалы. Теперь гораздо проще доказать уникальность и качество своей продукции. Раньше, когда пилотный проект был, мы очень долго ждали. Для нас это удобно. Почему? Потому что, во-первых, не будет нелегальных мехловых изделий. Уже покупатели будут знать, что приобретая, допустим, норковую шубу или дубленку, они могут знать о качестве. Первым делом пилотный проект маркировки товаров охватил меховые изделия. На каждой шубе висит с виду обычная бирка, но подделать ее невозможно. С ее помощью можно легко узнать, легальный товар или нет. Да и отчетность налоговым органам ввести проще. На очереди табачная продукция. В ближайшие 2-3 года промаркированы должны быть все товары на рынках страны. Особенно лекарства. При этом в плюсе будет и государство. Теневая экономика останется в прошлом, а налогов в бюджет будет поступать больше. С начала пилотного проекта промаркировано более 240 тысяч меховых изделий. Количество импортеров, оформивших декларации за 10 месяцев, увеличилось с 63 до 90. Маркировка товаров – это инструмент, который позволит отслеживать товары, поступающие на рынок. Подделать маркировку сложно, да и через кассовый аппарат сразу будет видно. Маркировка поможет не обмануться и нам, простым покупателям. Теперь с помощью мобильного приложения можно узнать, где действительно произведен товар. На это уходит меньше минуты. И вот, пожалуйста, Италия. В современном мире мошенникам и предпринимателям, которые хотят обойти закон, становится все тяжелее. Технологии в руках государства – серьезный инструмент. К примеру, блокчейн поможет Министерству финансов в борьбе с серыми схемами или так называемым обналом. С начала следующего года в Казахстане будут использовать контрольный счет для НДС. Новый метод поможет как государству, так и честным предпринимателям. Из-за того, что получается более высокий уровень доверия к данным, мы можем теперь автоматически некоторые процессы запускать. Так называемая технология смарт-контрактов. Теперь декларации по НДС у нас будут оформляться автоматически. Я говорил, вместо 55 дней на возврат НДС, теперь мы хотим довести это до одного дня. Для честного бизнеса, бизнесменов это очень выгодно. За счет того, что они вовремя будут получать деньги, у них увеличиваются оборотные средства, они становятся более конкурентоспособными. Так, все данные теперь строго будут отражены на узлах сети блокчейн. В целом же цифровизации пытаются охватить весь финансовый сектор страны. От сбора налогов до полной автоматизации бюджетного планирования, аудита и контроля. Будущее, уверены эксперты за технологиями больших данных и искусственного интеллекта. Их мошенникам уж точно не обмануть.